Привет, друзья! Lada Vesta NG стала самой ожидаемой новинкой 2023 года в России. Именно она должна занять пустующую нишу в сегменте до 2 миллионов рублей. Дожили. Автоваз до 2 миллионов. Ну да ладно, посмотреть там действительно есть на что. Что удалось включить в оснащение, от чего пришлось отказаться и почему нет автомата? Обо всём этом сегодня и расскажем. После наложенных на Россию санкций ухода Рено и продажи их доли в Автовазе, будущая модель итальятинского автогиганта оказалась туманным. Доступ к критически важным запчастям и высокотехнологичной электронике попросту оказался закрыт. Первым вынужденным антикризисным решением стал отказ от модели Lada X-Ray. Следующий – выпуск упрощённых моделей Lada Grand и Niva без части опций комфорта. Без АБС, подушек безопасности. С Lada Vesta нового поколения у Автоваза сразу всё было непросто. Запуск производства пришёлся на 22 февраля 2022 года. На заводе успели произвести только одну партию из порядка 800 тысяч штук. Официальные цены новинку назвать не успели, и все машины расползлись по дилерам, которые решили установить свои ценники около 2,5 миллионов рублей. Они просто воспользовались полным отсутствием новых предложений. Упросить Lada Vesta для быстрого перезапуска не получилось. Техническая конструкция просто не позволяет выпускать её без той же АБС. А на то, чтобы замесить электронику и ключевые запчасти, переработать решение с двигателем, коробками передачи, подвеской, нужно было время. Больше года Автоваз миру по нитке искал альтернативные компоненты поставщиков. На помощь пришли в том числе и китайские партнёры, назвать которых Автоваз категорически отказывается, опасаясь риска вторичных санкций, которые могут обернуться очередной остановкой конвейера. Ну ладно, давайте ближе к сути. Новая Vesta NG всё так же хороша и узнаваема. X-дизайн остался, который ранее раскритиковали в высшем руководстве Рено, и теперь очевидно проживёт ещё долго. Автомобилю освежили переднюю часть, включая решётку радиатора и бампер. Спереди и сзади встала полностью светодиодная оптика, которая по умолчанию уже идёт на самых простых версиях. И это хорошо. Главные изменения водители ждут внутри. Передняя панель теперь идёт своеобразной волной. Пластиковая отделка салона стала гораздо мягче, приятнее и выглядит богато. На дверях появились новые элементы. Рулевое колесо Vesta тоже обновили, добавив кнопки для управления новыми функциями. У кресел появилось несколько вариантов обивки. В топовой, к примеру, идёт эко-кожа со вставками из текстиля и под алькантару. В центре салона в самой дорогой версии установили умную мультимедийную систему от Яндекса в виде планшета MMC Enjoy Vision Pro. А вот в базе такой роскоши нет, только аудиоподготовка. И вообще, коллаборация Автоваза с Яндексом стала удачным технологическим решением. До этого момента так глубоко в электронику автопроизводители в России Яндекс не пускали. Здесь же многие решения предложены именно для Vesta, и работает это сносно. Из приятных деталей порт USB переехал в более удобное место, а охлаждаемый бардачок стал таким огромным, что туда влезает даже ноутбук средних размеров. А вот подстаканники так и остались недружелюбными к любителям выпить за рулём стаканчик кофе. Действительно, как ни крутите, на всё повлияли санкции. Да, санкции действительно повлияли на многое, и сейчас в погоне за известными брендами есть риск нарваться на подделку по понятным причинам. Тут стоит обратить внимание на новые компании, им ещё предстоит завоёвывать доверие. Поэтому делают они всё качественно. Один из таких производителей – немецкий Ринвелл. Как оказалось, марка немецкая и выпускала ГСМ для профессиональной отрасли, но с приходом в Россию они запустили линию для легковых машин под названием «Оптимум». Масла имеют очень хорошую вязкостно-температурную стабильность, обеспечивают частоту двигателя и максимально быстрое поступление масла к трущимся деталям. Гарантирует отличную защиту от износа и снижает расход масла и топлива. Но лучше один раз попробовать, чем много говорить. Ссылка будет в описании, ну а мы продолжаем. Впервые сев машину с топовым оснащением, ты сначала оказываешься сбитым с толку. Так, возникает радость, что автомобиль всё-таки перезапустили, рынку очень нужно было это предложение. После чего буйство красок, отделки и мультимедийной системы сразу же улучшает впечатление от машины, возникает эйфория, обилие электроники подсознательно сулит богатое оснащение по всем пунктам. Но дальше начинается игра в список того, что в машине есть и того, от чего пришлось отказаться. И это совсем отдельная история. Перед перечислением напомним цены. Стоит Lada Vesta NG от 1 миллиона 239 тысяч рублей за самую простую версию безноворочной мультимедиа-системы от Яндекса с мотором в 90 лошадей и 5-ступенчатой механикой. А вот максималка будет стоить примерно 1 миллион 690 тысяч. Это универсал SV Cross с мотором в 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой механикой. В базе машина получила ABS, кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних кресел, дисковые задние тормоза и 15-дюймовые колёсные диски. Все машины теперь также заводятся с кнопки. У них есть электростеклоподъёмники во всех четырёх дверях. В базе Vesta только аудиоподготовка. Можно докупить опции – обогрев ветрового стекла и задние датчики парковки. Таким образом, стартовая версия Comfort выглядит уж совсем пустой. Поэтому реальная средняя цена автомобиля всё-таки около полутора миллиона. Что же есть в средней и топовой версиях? В списке оснащений уже появляется обогреваемый кожаный руль с 18-ю кнопками, камеры заднего вида, цифровая комбинация приборов, боковые подушки безопасности и 16-дюймовые цветные литые диски. Да, и та же самая мультимедиа-система от Яндекса. И в общем-то это пока всё. Усечённость опции Vesta начинаешь ощущать очень быстро. Например, у машины нет системы стабилизации ESP. Да-да, той самой, которая помогает автомобилю зимой не уйти в занос. И это решение тянет за собой другие. Без ESP на Vesta нет возможности установить круиз-контроль. А ещё при парковке задним ходом линии подсказки остаются статическими, а не динамическими, поскольку без нужной электроники нет возможности считать угол поворота руля. ESP обещают вернуть в 2024 году, а следовательно и потеряны опции. Приглядевшись, можно понять, что подогрев передних сидений у машины опять только однофазной. Три варианта исчезли из-за санкционных происков. Казалось бы, ерунда. Если есть кнопка, в чём проблема настроить градацию. Но нет, и это показательный пример подчёркивает масштаб проблем с локализацией компонентов. Вообще с подогревами всё непросто. Пассажирам сзади зимой придётся порядочно утеплиться. Даже в топовой версии из всех удобств там только пара портов USB. В итоге возникает ощущение, что из-за оснащения получился целый винегрет. Богатые крутые опции, отделка и дизайн идут вперемешку с отсутствием привычных базовых мелочей. Что смогли найти, добыть и ввести, то и установили. В текущей ситуации на такое жаловаться как-то не принято. Итак, как мы и сказали, топовая версия имеет 16-клапанный мотор с мощностью 106 лошадей и 5-ступенчатой механикой. С таким агрегатом и коробкой передач модель способна развить максимальную скорость до 174 км. Работа коробки передач с тех пор не изменилась, она также лояльна к водителю. Передача длинная, переключается точно, правда на трассе невольно начинаешь искать шестую ступень. Педаль сцепления показалась жёсткой, при старте нужно продлевать её заметным усилием. Кстати, Автоваз сказал, что они доработали подвеску, в том числе сделав её тише. В целом кардинальных изменений в поведении машины заметить не удалось. При этом машина стала более жёсткой. Динамики Вести тоже хотелось бы добавить. Ушедший пока из гаммы 122-сильный мотор 1.8 в паре с механикой разгонял модель предыдущего поколения до сотни за 11,2 секунды. И да, разница нового и старой Весты оказалась действительно заметна. Прошлая Веста едет более задорно даже сейчас. При этом на Автовазе утверждают, что после тест-драйвов и получения обратной связи, машину продолжат донастраивать и улучшать. Какие можно подвести итоги? От Автоваза российские водители ждали антикризисного предложения и достойной модели с приемлемым ценником. Можно сказать, что со скидкой на текущий реалий компании это удалось. Главным образом за счёт того, что альтернатив на рынке просто пока нету. На фоне предложений от китайцев, которые все словно сговорились и стоят от 2 миллионов Веста, действительно дешевле. И для многих разница в 300-500 тысяч в этой нише критична. А сам целевой покупатель сейчас не так требователен. Динамики и предложенные гаммы моторов для городских поездок хватит. Салон и багажник просторные, дизайн удачный. Все эти потребности Веста закрывает. Из важных минусов – отсутствие автоматической коробки передач. Двухпедальную версию Автоваз обещает выкатить только в следующем году. Да, Веста, нужно признать, перестала быть бюджетным седаном. Ещё в начале 2022 года самая простая версия модели стоила 862 900 рублей. А в 2024 с появлением мотора 1.8 и автоматической трансмиссии, её цена без сомнений потянется к той самой психологической отметке в 2 миллиона рублей. Хорошо это или плохо, давайте порассуждаем вместе. Пишите в комментариях, что думаете по поводу такой новинки. И конечно подписывайтесь на канал. Впереди только самые актуальные автомобильные новости. До скорых встреч. Продолжение следует...